привет сегодня мы сделаем очень легкое печенье 2 сердечка очень вкусно и хрупко с любой начинкой тесто делается без сахара берем муку и берем замороженное масло прямо из морозилки на крупной терке масло натираем прямо в муку периодически его опускаем в муку масло и тогда легче будет натереть масло должно быть именно из морозилки тогда у вас тесто получится слоистое хрупкое и очень легкое она не будет затянуто натираем все 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 маслом до последнего кусочка и руками его просто перетираем вот так с мукой смешиваем не нужно его доводить до единой массы оно не должно успеть растаять просто смешиваем добавляем щепотку соли и где-то одну треть чайной ложки соды размешали все делается очень быстро за исключением того что тесто должно вылежаться в холодильнике где-то полчаса все остальное занимает крайне мало времени добавляем сметану и замешиваем пластичное тесто вымешиваем быстро чуть-чуть смешаю в чашке потом перенесу на стол и на столе уже руками замешу такое вот гладенькое гладенькое тесто там не должно быть никаких комочков кусочков сахара ой сахара это и масло все вот такой кусочек получается тесто мы его положим в пакетик или завернем в пленку и отправляем на полчаса его в холодильник начинка для этих печенья может быть абсолютно любая какую вы придумаете вот полчаса прошло я достала тесто и теперь его разрежу на кусочки приблизительно равные по величине можете взвешивать на весах можете делать на глаз как вам удобно так как тесто без сахара можно делать из него не только печенья но и что-то виде пирожков использовав не сладкую начинку можно мясную начинку использовать можно из грибов можно в общем это уже ваша фантазия вареные яйца зеленым луком получается очень вкусно потому что сахара нет тесто остается пластичным и не пластичным а хрупким и с любой начинкой оно очень дружит все теперь мы формируем печенье делается оно интересно я подглядела этот способ у китайцев они любят делать очень красивые интересные всякие штучки из теста и вот это печенье два сердечка мне очень понравилось можно делать отпечаток любой у меня вот много всяких вот таких штучек и можно сделать сеточку полосочки можно просто ножом тыльной стороной про сделать полоски можно вообще ничего не делать потому что печенье получается само по себе симпатично и внутрь я положу по кусочку кураги заранее замочила ее и она мягкая и формируем вот такие два сердечка палочкой делаем мятинки и вот такая вот штучка получается смотрите еще раз покажу если вы делаете с оттиском то можно покрыть сверху печенье потом уже когда будет готова можно его покрыть шоколадом и тогда этот оттиск будет виден я этого делать не буду я просто потом посыплю сахарной пудрой потому что сам эффект интересен форма этого печенья в виде начинки вы можете также взять шоколадную пасту джем просто промазать вот так пласт перевернули промазали здесь и просто завернули ничего не не класть туда можно ягодку положить в общем здесь мармеладинку можно положить будет тоже интересно но и без всякой начинки эти печенье очень вкусные если делать их как печенье то сверху либо шоколад либо сахарная пудра вот такая прелесть можно одно сердечко покрыть шоколадом все отправляем в разогретую до 180 градусов духовку вверх-вниз минут на двадцать двадцать пять в общем пока они не станут вот такого цвета все я сверху просто посыплю сахаром сахарной пудрой и покажу какие они симпатичные внутри вот хрупкие слоистые и очень вкусные такие вот хрустяшки можно сделать большие пирожки из такой формы тоже будет очень оригинально выглядеть в общем форма здесь уже ваша фантазия может быть любой мне очень понравились вот эти сердечки их можно применить эту форму и в дрожжевом тесте сделав пирожки такие смотрите хрупкое такое тесто очень очень нежно очень легкая рассыпчатая вот еще поломаю покажу все я очень рекомендую вам попробовать сделать у вас получится я уверена еще красивее чем у меня включайте фантазию спасибо что пришли посмотреть всего хорошего делайте спасибо Продолжение следует...